Поселки-искатели на банном озере поселились лебеди. Девять белых красавцев прилетели туда впервые. Почему они облюбовали именно этот водоем, никто не знает. Одна из догадок местных жителей – в озере большое количество корма для длинношей гостей. Однако вместе с радостью жители рабочего поселка высказывают и опасения, что, проживая в черте населенного пункта, лебеди могут пострадать от рук человека. Мария Даник продолжит тему. Эти красавцы словно позируют перед камерой, показывая всю свою грациозность. 23 мая лебеди поселились на банном озере и привлекли к себе внимание как жителей поселка-искателей, так и горожан, которые стали приезжать в гости к длинношей импернатам. В этой связи неравнодушные граждане, проживающие поблизости, высказывают опасения. Попрошу, люди, пожалуйста, не подходите очень близко к воде. Не пугайте, пусть они адаптируются, привыкнут. Не нужно бросать хлеб, не нужно бросать никакие пищевые отходы. Они адаптируются, узнают, что мы не враги и, может быть, каждый год будут сюда прилетать. Чтобы место стоянки лебедей выглядело красиво, в районе Банного озера необходимо навести порядок. Этим уже занялись сотрудники поселкового комбината по благоустройству. Впрочем, выйти на уборку поселка может каждый. Конечно, хорошо, что жители обращаются. Но хотелось бы через вас обратиться уже к жителям, что у нас объявлен месячник по уборке территории. Поэтому, уважаемые жители поселка Искателей, прошу вас принять активное участие. Сейчас мы проводим конкурс и будем все неплановые строения убирать. На все навешаны объявления, чтобы собственники побеспокоились о своем имуществе. Если нет, мы его переведем. Плановое у нас место определено. И я думаю, что до первого сентября все должно быть зачищено. Территория для уборки обширная. От стеллы на въезде в поселок до Банного озера. Собранный мусор, отметил Григорий Казаченко, можно складировать. Затем он будет вывезен силами комбината по благоустройству поселка Искателей. Мария Даник, Владислав Новскин, Телеканал Север.